Добрый вечер. Как-то в сентябре прошлого года я здесь на блоге у себя рассказывал о такой важной теме, говорил о такой важной теме, как семья и бизнес. Семья и сетевой маркетинг. Ну, дважды говорил об этом. Тема не закончилась, я обещал продолжить. Вот сегодня я наткнулся на этот ролик и вспомнил, что я обещал. Грешен, признаюсь. Но я продолжу, потому что это очень важная тема. Многие думают, что бизнес отдельно, семья отдельно. Нет. В любом бизнесе это неразрывно связанные вещи, а уж в нашем деле 100%. Мне пишет недавно, ой, сколько я такого получаю, пишет одна девочка, говорит, вот посоветуйте, как мне быть? У меня муж менее активный, чем я. Хороший человек, но менее активный. Я такая боевая, все беру с первой, все на себя взваливаю, тяну, везу этот волк. И он как-то так вот привык, и потом мне говорит, что, ну, я ему в сердцах спрашиваю, ну, что ты не делаешь-то? Почему ты это не сделал? Почему ты то не сделал? Почему ты не зарабатываешь? Потому что у нас же дети там, а он говорит, ну, ты же сама, я знаю, сделаешь. Ты же у меня молодец, я уже знаю, что ты сделаешь, поэтому я и не... То есть она приучила своего мужа быть на вторых ролях, она вырвала у него инициативу, она его не поставила сразу на нужное место, не дала ему шанс проявиться. Ну, короче говоря, может быть, он сам этого хотел, и не она виновата, но факт остается фактом. Она долбасится за семью, а он отдыхает. И теперь она говорит, я не знаю, что делать, когда я ему начинаю об этом говорить, он вообще уже перестал работать. Поболел, говорит, немножко, а теперь, говорит, сидит дома и телевизор смотрит. И когда я начинаю говорить, то он обижается, у нас раздоры и скандалы, а я этого не хочу, разводиться не собираюсь. И вот как бы нам... Таких очень много. Очень много таких ситуаций. Как быть? Не могу решить этот вопрос. А все вот проистекает из незнания, от невидения. Я закончил в прошлый раз, если вы посмотрите на канале, на влоге, семья MLM-2. Я там говорил о грехе, о том, что грех разрушает семью, а когда разрушенная семья, когда проблемы в взаимоотношениях, связанные с неправильным поведением супругов, то ни о каком бизнесе речи быть не может. Даже и разговоры. Так вот, чтобы все было правильно, и чтобы семья – это особая ценность, это самое главное. Бог, потом семья, потом бизнес. Для меня, во всяком случае, так. Сначала Бог, потом семья, потом бизнес. И создание семьи, укрепление семьи – это важнейшая задача. Есть несколько принципов, которые просто знать надо. Я уже говорил о том, что выходить замуж и жениться нужно с мыслью и с осознанием, что это навсегда. Один раз на все оставшуюся жизнь. Это первое. Главный постулат такой, из которого принцип железобетонный, из которого нужно исходить. Тогда все остальное решается. Второе. Муж номер один, жена номер два. Муж – глава семьи, жена – помощница. Так устроено в бизнесе. В Библии так говорит Бог. И если этот принцип нарушать, тогда, значит, ты погребешь по полной. Вот история, которую я вам только что рассказал. Это вот как раз пример того, когда нарушается этот важный Божий принцип – закон. Муж – глава семьи. Он несет за все ответственность. Он обязан отвечать за семью. Он обязан снабжать ее. Он спасает семью. Он ее охраняет. Он защищает. И он главный. Он принимает решение. Но жена – ему помощница. И при этом муж любит свою жену. И обращается с ней очень бережно. И тогда возникает гармония. И вот если оба супруга об этом знают, если они над этим работают, то тогда можно создать хорошую, крепкую семью. Начинается все всегда хорошо. Не всегда все заканчивается хорошо. Но вот из-за того, что люди не знают. Теперь, что способствует тому, чтобы семья была крепкой, какие ошибки нельзя делать. Еще один очень важный принцип. Когда создается семья, особенно к молодым обращаются, кто собирается создавать семью, или только создал семью, или только-только начинает ее развивать и укреплять, увеличивать в размерах. Жить нужно отдельно. Колоссальная ошибка. Жить нужно отдельно. Без мамы, без папы, без бабушки, без дедушки. Жить молодые люди должны самостоятельно. Если этого нет, колоссальная проблема. Да меня теща достала. Она не дает мне не только бизнесом заниматься, она обзывается, она называет меня тряпкой, а они с женой против меня ополчились. Послушайте, я не знаю, почему так происходит. Но весь мир лежит во зле. И в том числе в семье это зло демонстрируется. Когда мама, извините за выражение, неумная женщина, можно сказать грубее, она учит свою дочь мочить своего собственного мужа. Более того, она выступает против своего взятия. Более того, она собственными руками рушит судьбу своей дочери и вешает себе на шею жернов, потому что разведенная с ее помощью дочь со всеми детьми проблемами, соплями, слезами и разочаровами повиснет на маме. Неужели мама это не понимает? Не понимает. Неизвестно почему. Неизвестно почему. Поэтому, чтобы не разбираться, кто там прав, кто виноват, лучший и главный принцип – жить отдельно. Мужикам идти к тещи с тестем, в примы, как называют в Украине, говорят, это просто сумасшествие. Просто сумасшествие. Жить со свекровью, которая защищает своего сынулю. Неизвестно почему. Если у нее есть мозги, то она никогда этого не будет делать, а будет защищать свою невесту. Но, к сожалению, большинство людей не могут совладать со своими эмоциями, со своей гордыней. Короче говоря, я даже не собираюсь в эти дебри влезать. Я даю совет дистрибьюторам сетевых компаний. Если вы хотите преуспеть, если вы хотите жить по-человечески и преуспевать в бизнесе, то ваша первая задача, когда вы создали семью, снимите угол, если у вас нет. Снимите комнату, если у вас нет дома своего. Снимите квартиру. Уедьте, живите отдельно, самостоятельно. Не дайте потусторонним силам вмешиваться в вашу личную жизнь. Не покупайте себе ни холодильник, ни телевизор. Не покупайте себе ничего. Штаны новые или новую рубашку, или платье, или там я еще не знаю что. Все деньги потратьте, лучше эти деньги потратьте на съемное жилье. И зарабатывайте себе на новый красивый дом, на квартиру. И постепенно продвигайтесь самостоятельно. Итак, кто это вот поймет, кто хлебнул жизни с тещей или со свекровью, значит, и так далее, тот, значит, понимает, о чем я говорю. Не надейтесь на то, что можно там... Нет, бывают исключения, и прекрасные... У меня прекрасные были родители жены, и никогда не было никаких скандалов. Но никогда, 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 ни одного раза, кроме того, что они жили у нас в гостях, мои родители и родители моей жены, Никогда не жил вместе с ними И не делил угол, не делил стол, не делил бюджет Не позволил в наши отношения с любимыми людьми Вмешаться вот этой повседневности и бытовухе Которая разрушает все, быт разрушает, любовь быт разрушает все Поэтому только отдельно Это железобетонный закон Будете соблюдать, преуспеете Могу тысячу примеров рассказать, но не буду из-за недостатка времени Еще один принцип расскажу Если вы не будете общения, называется принцип четвертый Значит, первое, это навсегда Второе, муж главный, жена помощник Третье, жить отдельно Четвертое, общение Если вы не будете общаться со своей женой или со своим мужем Особенно мужей касается То тогда никаких шансов нет Нужно с самого начала приучиться слушать мужа Когда он приходит с добычи, с охоты, с рыбалки, с работы От друзей, когда он является домой, переполненный новыми впечатлениями, новыми знаниями Значит, победами Весь приходит в ранах, в ссадинах, значит, в сражениях и так далее, и так далее И ему надо с кем-то поделиться А вы сидите одна, если я к жену обращаюсь, значит, с ребенком Вы устали, вы скучали, у вас какие-то свои заботы И если вы не будете слушать мужа о том, как он там побеждал Как он боролся, что ему сказал начальник, что он ответил к тому А что сказал этот, а что там произошло Если вы не будете говорить Ой, какой Коля, ты у меня умный, молодец, спасибо И как ты, а ты ему что сказал, а он что И когда муж будет видеть вашу заинтересованность Он будет вам открываться, делиться, общаться и выкладываться весь Точно так же и жена, когда она возвращается домой Она имеет право услышать заинтересованное отношение Увидеть и услышать, и почувствовать Такой неподдельный интерес со стороны мужа Где ты была, что ты делала, что они сказали, как у тебя получилось Да ты что, и казалось бы, мужчинам смешные разговоры о том Какая там кофточка, или какие ногти, или там еще что она сказала Или какие у ребенка, ну в общем, женские такие вот эти всякие штучки Для женщины это очень важно, это ее жизнь И если мужчина ее не слушает, это так, через газету, через телевизор Да-да-да, я тебя понял, только отстань со своей фигней Все, это значит у тебя нет мозгов, значит ты тупица Ты рушишь, значит, свой собственный дом Ты пилишь сук, на котором ты сидишь Что муж, что жена Если вы не желаете общаться со своим самым близким Самым лучшим, самым преданным для вас человеком Которого вы избрали на всю жизнь У вас просто нет мозгов Если вас этому никто не научил Если ваш папа, значит, и не собирался никогда служить вашу маму И она стояла, значит, только подавала и пошла вон То тогда вам надо исправляться Потому что вы будете несчастны Сегодня ты не пообщался со своей женой Сегодня ты не пообщался со своим мужем Завтра он найдет с кем общаться с другим Он пойдет к друзьям Ваша жена пойдет к подружкам Они сядут в кафе Они будут разговаривать Она будет жаловаться, как вы ее не слушаете Он будет жаловаться, какая у него жена глупая дура И мужики скажут, пойдем туда сходим Давай пиво выпьем и пойдем туда Так жизнь остроена И он окажется в постели у чужой И кто в этом виноват? Это вы оттолкнули своего мужа или жену Вы не проявили к ней любви, внимания и заботы Любовь, она проявляется в том, чтобы иметь потребность общаться Когда человек любит, он готов на все Любовь внутри нас есть Бог дал нам эту любовь Иногда я часто думал, а где же вот Любовь к людям, любовь к ближним своим Почему ее недостаточно, как мне казалось Она есть внутри Нужно просто поверить, действовать и извлекать ее Нужно просто вести себя по-человечески Вот просто начните с завтрашнего дня Слушать свою жену Что она говорит внимательно И задавать ей вопрос Да что ты? Да ладно? Да не может быть И ты что? А она что? И что? Да ты что? Вот это интересно Ну-ка расскажи поподробнее Боже, вы почувствуете такую любовь со стороны своей второй половины Она воспылает вам таким уважением И готовностью вам услужить Вы просто будете шокированы А когда мы делаем бизнес Приходим и начинаем рассказывать, как у нас получилось или не получилось А нас не слушают То потому что вся предыдущая жизнь так была устроена Ты ее не служил, она тебя не служит Короче говоря, вам нужно Я бы что порекомендовал Молодежью понятно, кто женится сейчас Ясно, начинать надо с этого Общение должно быть регулярное И тем, кто уже запустил это дело Тем, кто уже сформировал неправильные привычки Жена что-то говорит А ты сидишь А ты сидишь Закрылся какой-то паршивой газетой Да, 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 да Все, кирдык тебе Нужно сесть мужу и жене на кухне вечером И сказать Посмотреть вот это видео Почитать Библию Найти все, что говорится про семью Найти хорошие книги христианские Потому что Бог только знает, как надо правильно сформировать И договориться Что вот этот принцип Первый принцип навсегда Второй принцип Муж главный, жена помощница Муж ее сильно любит И ради любви готов для нее на все Но несет ответственность он за все Жить нужно отдельно от всех Только с детьми, со своими Ну, понятно, если на вашем иждивении Человек, который не способен за собой ухаживать То нужно нанести свой крест И, конечно же, не выбрасывать человека на улицу Это безусловно, понятно Но если у вас есть возможность От родителей, дееспособных, жить отдельно То это именно так и надо И четвертый принцип, о котором я говорю Это общение Если вы не будете общаться друг с другом Вам не преуспеть ни в семье, ни в каком деле А в бизнесе уж тем более Нужно просто, если вы готовы двигаться вперед вместе Договориться, что с сегодняшнего дня Вы будете проявлять интерес к жизни другого человека Вы будете общаться Вы будете искать общие темы Будете разговаривать Сначала для этого надо приложить усилия А потом это войдет в привычку И вы почувствуете огромную радость Потому что ваша семья станет сильнее и крепче И тогда вы будете находить поддержку в семье Вы будете рассказывать, как вы пытаетесь научиться зарабатывать В бизнес-сетевом маркетинге Какая это машина И вас всегда будут слушать А когда вы пытаетесь жене что-то там на кухне вякнуть Как вы начинаете новый бизнес Или новую тему Или новую компанию Ишь, какие у вас А ты опять вступил в какое-то дерьмо То это свидетельствует о том, что у вас просто неправильные основы к семье заложены И это большая проблема Это горе, я бы сказал Но это можно исправить Если вы будете с Богом Помолитесь и попросите И он вам даст мудрость, силу И вы все сможете исправить Вот два главных вопроса На которых я хотел сегодня остановиться Я могу долго на эту тему говорить Потому что это очень важно Но на сегодня достаточно Следующая тема Я расскажу о том, как Короче, расскажу в продолжении Перечислю те принципы На которых стоит крепкая семья Основа успешной жизни И, естественно, бизнеса крепкого Всего вам доброго До свидания Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok